Вот привезли шофер на лагерный пруд. Вот сюда вот, подворачивай и болейся, давай, давай, давай. Сзади охота боится какая-то. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Разгружайте. Теперь вначале разгружать шифер на лагерном. Это бывшая Камагориха. Вот как мы здесь возвели. Все тут видать. Вот видите, как подняли, где росли деревья, насколько выше. Но поднять воду не можем, потому что посредине слив бетонный. Вперед, так прямо как там разгружали, так и здесь. Одну на одну клади. Все. Разгружать до одной шиферины сюда. Это можешь отдельно, вот туда дальше, если ломаная такая. Теперь отсюда что, как много видно. Сейчас я покажу. Это вот он пруд. Вот два раза больше того храма. Вот. Ну а там дальше виден склад Барабаша и виден храм. Храм на консерене. А это вот мы видим, что здесь. Озеро и место для крещения. Рядом из воды крест. Вот деревья уже сегодня 21-го. Рождество Пресвятой Богородицы. Так праздник называется. Деревья уже желтеют во всю. Вот он где у нас тут. Холома. Не, 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 ничего нельзя сделать. Подняли и пока ничего сложить еще на год. Вот другой. Вот дамба. Повернули ее. Прямо. А это там. А там дальше глину вон брали с той стороны. И трактор стал вязнуть. Если бы он сел на пузо, то быстренье уже не помогли. И 17 тонн вытащить оттуда, когда они сидят, не знаю, сумели бы они это или нет. Я сейчас посмотрю, как... Что тут разговор идет. Вы не разбирайте это. Не разбивайте сильно-то. Берегите. Это наша газелька. Она прошла от порта находки Владивосток. На Благовестнической миссии была. Прошла дважды Россию до Москвы. Потом доходили мы только до Германии, повернули на юг. И в прошлом году прошли Турцию и до Лиссабона. Переплыли в Италию. А там дальше все это остановка во Франции. Вот и Анна оттуда у нас. Виктора уже, наверное, нашел он там ее. И в Скандинавию. А оттуда уже в Прибалтику. А нынче на Мурманск. Баренцево море. Это все она прошла. Русская машина. Я ее называю лебедушка белая. Она красивая. Если бы не бракоделы, там разные, с Ульяновского завода. Там передача какая-то полетела. То все было нормально. Вот сейчас я иду и показать, где трактор работал. И пришлось в срочном порядке снимать отсюда его. А почему? Да потому что застрял бы он. Вот он и где он был. Вот какая колея у него осталась. Не знаю, сумею показать или нет. Но, видимо, одинаково все смотрится. Вот он застрял. Едва выкорбался рядом совсем. Почему? Вода на этом уровне, видимо. Оттуда брал, там сухое ничего. И вот здесь вот поднял на сколько. Вот где беремно лежит нижнее. А выше его это уже наше нынче насыпание. Дальше видим лазимое. Красота какая. Зелень радует глаз, Сырахов говорит. А это лага, оставшаяся после Ноево потопа. Лага. И другого объяснения происхождения их просто нету. Никакого нет. А одно, что была вода, очень могучая вода. И все абсолютно здесь вымело. Унесло куда? А я знаю куда Кузбасс. Деревья под землю нашей землей накрыло. Получился каменный уголь. Вот. А это дерево, деревья большие, это вот растут тополя. Там-то жил Семен Кондин. То есть это наша деревня, но это одна улица. У нее как бы крестовина была. И на другом конце, где костер, там поворот буквой Г был. То есть она не просто была, улица одна, но еще с отводками. А потом отдельную улицу, новая называлась новостройка. Построили силикатного кирпича. Ну, 69 семей было. Вот. И был план на 720 человек. Уже составлено все. Строительство БА, и остановилась стройка. Какая-то профессия Заславская вроде фамилия ее. Сказала, укрупнять надо. То есть разрушать. Ну и люди стали выезжать. И в 1972 году последний житель, наши родители уехали. И в 1991, через 20 лет мы сюда вернулись. А Потеряевка была основана в 1818 году. Это краеведческий музей Алтайского края. Данные предоставил. Это все официально. А Корчино на 7 лет позже, в 1825 году. Знаете, какие были события. Основание Корчино. А Корчино там сельсовет, там деревня. Вот. А Потеряевку вот мы здесь. Здесь. Вот это вот раздевалки видно две. Возвращаются, я каждый раз спрашиваю, ну что там в Барнауле слышно про нас? А что слышно? Что? Все нормально. Так, что ты, Витя, купил-то? Расскажи. Что? Что купил-то? На что потратил деньги? Масло на двигатель. Фильтр масляный. Такие специальные подушки, резинки, чтобы выхлопную трубу держать. Четыре штуки. И сигналы. Сунул пять тысяч. Сказал, мне купить плитку, такая, чтобы одна конкорка была и спиралька была. Больше ничего не надо. И получилось, что Татьяна, благословение матери умершей Зинаиды своей, дает. Ему не пришлось тратиться. А эти деньги как раз хватило на то, что они там делали по машине. Вот что удивительно. И Татьяна ничего не знала, а так бы не хватило. Ну, я бы дал на горющее-то поменьше. И остальное не купил бы. Ну, вот так. Выносите все. Видишь, как фанерками заложили. У машины решетка прекрасная, она везде ездила. Вот Андрей Устинов сделал решетка. Мастер такой. И куда бы наши ни поехали, здесь с собой запасной бачок. Сказать, как канистра бензина. Она как заложена. Мягко там у ней. И здесь вот такая решетка. Решетка точно вот так. Конфигурация есть в машине. Там есть и картонки подложили. То есть старается беречь. Хотя не все и удается. И заканчивается. Это тебе, Никита, не монастырские пажите. Тут работать надо. А то, видишь, как на востребе. А он говорит, не поеду, да и все, буду работать. Ты так говоришь? Нет. Вот, видишь, как. Отгулял молодец. Давай трудись на благо Отечества. На благо Потеряевки Украина трудится. Вот он где подает. Вот так. И каждый день новая работа. Вот. Видишь, какая беда. Шифер развалился. Я знаю, что с ним сделать. Никуда маленькие не бросайте. Они у нас пойдут. Вертикально ставить. От бобру. Чтобы ему шубу попортить. Он не будет лазить около нас. Ой. Жизнь подготовлена бобру, да? Ну, вот видите, какая работа. 2015 год. 21 сентября. А что выбрать эту? Картонку-то. Он сейчас унесет метром. Она будет в реке. На пруду. Куда скорее? Забирай они какие-то быстрые. Отошел.